друзья приветствую всех на канале дорогие подписчики также зрители моего канала сегодня у нас очередной экспонат рп в 214 недавно был на обзоре у меня но это совершенно другой подарил мне его алексей вот нашел он его в раскопку одного старого дома который в деревне разбирали вернее не он нашел его друг нашел и подарил его через алексей мне сейчас будет стандартная процедура полный разбор отмывка его соответственно перестройка укв диапазона замена конденсаторов ну и попутно посмотрим что с ним потому что еще не включал и не знаю даже работает ли вообще или нет ну вот перестроил приемник луковый блок перестройка стандартного открывать потом открою покажу просто пока вот на данном этапе так радио регулятор громкости на удивление очень хорошо работает без всяких помех без всяких заеданий вот ничего не менял больше не конденсаторов все конденсаторы родные электролитические так у нас радио сейчас посмотрю точнее а нет гост 85 написано это у нас сам блок 79 года гост по госту 79 зеленый блок у кв 2 08 с я покажу по нему расскажу сейчас предстоит почистить барабан эластиком это уж просто профилактика будет несмотря на его возраст он в хорошем состоянии вот видно что окисление минимум и при переключении уже чувствуется что все хорошо диапазон полностью уже европейские начало правда у меня получилось только от 92 лет и там конечно стощим то я просто пробегу вот эти заявки наш вот такая была небольшая информация пока мы сейчас продолжим дальше уже покажу что такие мероприятия были проведены полностью ну конечно по луковой блоку тоже расскажу не без этого так как все таки перестраивался он ну перестройка очень простая уже были у меня видео и надеюсь еще если попадется буду снимать может быть кому то что то непонятно в прошлых видео будет здесь понятно прочистил вот этот контакт это у нас контакт который переключают от батарейки от питания батарей к блок питания то есть это сделано для того чтобы при включении сетевого шнура автоматически у нас переключался питание от блок питания чтобы работал приемник и выключал у нас батарейки но для во избежание выхода из строя батарейки ну тут видно что окисление было буквально бумажкой надавив на контакт прочистил его ну и сейчас буду собирать повторюсь то что конденсаторы не стал менять так как все работает хорошо нет смысла менять конденсаторы если они рабочие тем более советское качество не все конденсаторы плохие советские среди них есть и качественные вкратце расскажу какие были проведены мероприятия так перед нами блок УКВ и также здесь у нас блок КПЕ он совмещен он и работает на УКВ и на другие КВ длинные волны вот такая конструкция но это не суть важно стандартная процедура мероприятия проводится на данном ВЭФе как и на всех ВЭФах 214 это у нас выпаиваются вот эти катушки это у нас гетеродин и смеситель по моему да вот и по минус одному витку в конце видео будет прилагаться схема где указано что и какие мероприятия надо провести схема была предоставлена любезно Георгием Веревкиным вот по его руководству я перестраивал данный блок также здесь в этом блоке были заменены вот эти конденсаторы это входная цепь у нас S3-S4 на катушке L1.1 L1.2 то есть это у нас входная катушка удлиняющая катушка еще как ее принято называть для телескопической антенны но ее настраивают уже по входу по входному сигналу у кого нет прибора можно настраивать вдали от города вот по максимуму приема следующее значит S19 здесь удален также вместо S6 сделана перемычка по моему здесь у нас S6 если я не путаю также вместо S14 конденсатора сделана перемычка вот тут вот один из конденсаторов так это у нас S4 по моему здесь у нас а вернее S14 сейчас я посмотрю да все верно вот здесь S14 отсутствует с той стороны платы я сделал перемычку а здесь у нас S6 тоже конденсатор отсутствует просто сделал перемычку и удалил конденсатор S19 все вся перестройка полностью перестраиваем часоту при помощи вот этого контура это у нас GTIR1 то есть устанавливаем нужный предел диапазона но у меня получилось 92,9 начало и конец диапазона уже сто 107 и TAC-108 ну разные радио по разному почему-то у меня получается до этого я перестраил у меня получилось от 95 МГц ровно а данные на данном приемнике вот именно в этом у меня перестройка получилась вот такая но видно что конденсаторы я не стал менять приемник очень хорошо ловит работает конденсаторы 1987 года видим еще более качественные были также я не трогал ползунковый резистор регулятор так как он хорошо отрабатывает не шуршит не пропадает ну вот видимо такой качественный приемник получился качественная сборка всех элементов поэтому в таком вот хорошем состоянии ну естественно я прочистил контакты эластиком еще раз повторю с ней лишнее будет может кто впервые смотрит чистится эластиком ни в коем случае никакой наждачной нулевкой бумагой ни в коем случае так как мы можем повредить слой посеребренный это очень важно так как если мы повредим то у нас уже не будет желаемого результата и он постоянно будет у нас окисляться и пропадать прием ну соответствие пропадание контакта будет пропадать прием собственно все вот вся процедура была в этом приемнике от отмытия корпуса полностью он стал чистый приятно его трогать видно то что пластик уже поменял свой цвет года все-таки а так полностью он работает ну и заметил такую особенность то что до этого был приемник 90-х годов выпуска и немножко не отличаются конструктивное решение приемника вот уже блестящие ручки перешив было просто в темные пластмассовые а здесь еще используется хром ну и заднее укрепление немножко доработали в поздней модели здесь посередине был саморез установлен с какой целью это мне не известно и ни к чему абсолютно вот но в целом все вот так вот работает у нас все в таком состоянии сейчас соберу еще раз вернее соберу приемник и еще сделаю заключительный обзор уже перед тем как у нас будет все собрано ну вот собрал радио но к сожалению вот такой у нас регулятор будет уже громкостью то есть наконечник так как они утеряны были естественно но они теряются такие вещи мелкие вот так вот радио ловит спектакльность этого представления это у нас ну как бы немножко угловые волны ну крайне неудобно регулировать громкость конечно с таким псевдо регулятором но вариантов других нету потом что нибудь придумаю вот вот такой был обзор друзья а да еще пол КВ возможно я отсниму еще прием КВ сейчас пока еще день и только я лишь помехи одну станцию мощную поймал просто самому тоже будет интересно послушать КВ диапазон прием вот данные приемники они отличаются очень хорошей избирательностью и хорошим приемом сейчас покажу заднюю часть о которой я говорил ну видно вот такой желтый подтек здесь у нас это вытекших элементов батарейных вот ну про то крепление оно вот здесь в новых современных вот это старого образца немножко есть разница вот надпись табличка приведена ну у меня несколько приемников таких и надо будет тоже мне просто самому сейчас стало интересно надо будет посмотреть именно модели разновидности модели вот ручки блестящие это у нас настройка это у нас диапазоны переключения вот через 7 лет я сделаю обзор по КВ уже что принимает на КВ диапазонах так вкратце для информации для полной темы друзья сегодня продолжаю тему въемника ВФ сейчас будем слушать КВ это КВ-1 довольно хороший прием на КВ-1 много станции 17 месяцев против эпидемии итак это КВ-2 итак КВ-2 КВ-3 Wu не заодно но только одну станцию поймал ничего больше нету сейчас я выключу Друзья, вот такой был обзор по радио ВФ-214, вот наконец-таки выбрал время, сейчас восьмой час московского времени. Все что смог поймать на данном приемнике. На длинных волнах абсолютно ничего нет кроме помех, а на средних волнах только вот одну станцию. Пока видим еще прохождения нет. Вот такая была информация, вот такой был обзор по данному приемнику. Всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки и до следующих видео.